Спасибо. В докладе я рассматриваю период с 1938 года, когда военный суд приговорил Назыма Хитметов 28 годам и 4 месяцам тюрьмы с запретом публикаций по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Поводом послужило то, что у курсантов военного училища были найдены книги с его стихами. Это был хороший предлог для турецких властей, чтобы усмирить поэта, но и в тюрьме в условиях постоянной слежки тяжело больной проект не прекращал борьбы и не переставал творить. Тем временем атмосфера в Турции с каждым днем становилась все напряженнее. После смерти президента республики Мустафы Кемале в ноябре 1938 года во внутренней и внешней политике наметился определенный сдвиг вправо. Усиление реакции сопровождалось укреплением позиций иностранного капитала. Страна все более подчинялась интересам капиталистических держав и в первую очередь Германии. И в июле 1940 года Турция заключила с Германией торговое соглашение, по которому начала поставлять немцам шерсть, кожу и продовольственные товары. А вскоре Турция, турецкое правительство перешло от попустительства к прямой поддержке держав оси. С первого же дня ареста поэта издание его книг считалось Турцией государственным преступлением. Тем не менее, произведения Назыма Хитмета были более известны, чем произведения любого другого писателя. Его стихи, написанные в тюрьме, передавались Турции из уст в уста. И ни тюремные стены, ни бдительность жандармов, ни жестокий террор не смогли воспрепятствовать распространению произведений поэта среди народов. Также с самого начала Великой Отечественной войны Назыма Хитмета волновала ситуация на фронтах. Даже в первые столь тяжелые для Советского Союза месяцы войны он не терял веры в победу советского народа и всячески пытался следить за событиями, насколько это было возможно для заключенного. В тюрьме у Назыма Хитмета была самодельная географическая карта, которую он изготавливал из мелких склеенных лоскутков бумаги. На карте я регулярно воссоздавал линию фронта, вспоминал поэт. И когда эта линия после первых месяцев отступления сначала стабилизировалась, а затем поползла на запад, радости моей не было границ. Также в тюрьме Назыма Хитмета не прекращала борьбу против группировок фонтюркистов, которые поддерживали войну с СССР и провокационно призывали турецкую молодежь бороться за освобождение угнетенных братьев России. На демонстрацию 9 октября 1945 года он отреагировал, написав стихотворение, в котором показал турецкому народу свое отношение к этим событиям и к движению в целом. Долгие годы неволе не сломили поэты, не лишили его веры в человека и в лучшее будущее. Произведения Назыма Хитмета, написанные в тюрьме, стали известны не только в Турции, но и во всем мире. Во всех странах Назым Хитмет имел друзей и почитателей. Итак, в 1949 году, когда здоровье поэта сильно ухудшилось, интеллектуалы со всего мира, включая Павла Пикассо, Поля Робсона и Жанна Поля Сартра, создали комитет, который добивался освобождения Назыма Хитмета. В самой Турции борьбу за освобождение поэта возглавили демократические силы страны. Не было ни одного человека, который бы не знал, что Назым Хитмет великий поэт Турции. И в 1950 году, пережив сердечный приступ, Назым Хитмет провел 18-дневную голодовку, протестуя не только против несправедливости по отношению к нему лично, но и против террора и реакции в стране, против политики правящих кругов Турции, обрекающих на голод турецких рабочих и крестьян. По настоятельному требованию турецкого народа и прогрессивных сил всех стран, правительство вынуждено было освободить поэтом, но из Турции Назым Хитмету пришлось бежать, ибо турецкие власти собирались снова его арестовать. Так, в 1951 году Назым Хитмет прибыл в СССР через Румынию и прожил там до конца своих дней. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.